Добрый день, приветствую вас! Сегодня четверг, 16 февраля, в Кирове 12 часов и 5 минут. Это программа «Дневной разворот», которую ведут Дарья Капузлиева и Владимир Сметанин. Еще раз добрый день. Прямая трансляция нашего эфира ведется также на сайте нашей радиостанции kirovgrad.ru, в нашем телеграм-канале и в нашем сообществе ВКонтакте. Программа у нас сегодня следующая. Ближе ко второму часу, где-то после 13.40, мы будем говорить о любопытном проекте под названием «Дымковская игрушка. Наследие Вятки». Я так понимаю, это одна из тем, которые тоже приурочены к 650-летию нашего города. И, соответственно, дымковская тематика у нас вечная. И вот снова появились инициаторы, которые хотят каким-то образом трансформировать, актуализировать Дымку и преподнести ее в новом свете. Пообщаемся на эту тему. Через полтора часа также во втором части будем говорить. Вот тоже вечная тема, да? Да. Ключевое слово «вечная» сегодня у нас, видимо. Мне кажется, тут даже ничего делать не надо, чтобы всегда было о чем поговорить. Да. Благоустройство оврага засора мы имеем в виду. Накануне появилась новость о том, что общественники кировские вновь выступили со своим проектом, с предложениями по обустройству этой территории. Вот могу даже сейчас процитировать, что хотят они видеть во овраге засора. Сразу уточню, речь идет об участке от улицы Ленина до улицы Казанской. Так, сейчас, вот только что видел, сейчас отыщу. Родник восстановить, озеленить эту территорию. Появиться должны террасы, сценический комплекс, амфитеатр, декоративные мостики и так далее и тому подобное. Вот я когда это прочитал, у меня подумалось, такой эффект дежавю. Ощущение дежавю возникло. Где-то я уже это все слышал. И смотри, нашел новость от 2014 года. 10 лет уже прошло практически. Смотри, там какие термины фигурировали. Так, игровые зоны развивать, выставочная торговля, маленькие магазины, салоны, экспресс-кафе, фитнес-залы, спортивные залы. Могут размещаться даже небольшие кинозалы, террасные. Вот опять этот термин присутствует. Террасная архитектура позволяет это сделать. У меня сразу первый вопрос будет нашим гостям, общественникам. Они как-то учитывали предыдущие инициативы, мысли. То есть есть какая-то преемственность или это что-то с нуля абсолютно новое создано. Я бы на их месте, конечно, воспользовался тем, что разрабатывалось за последние десятилетия, по крайней мере. А вообще есть информация, что еще с 90-х годов у нас обсуждения ведутся, как, собственно, овраг засору у нас облагородить. Ну, в общем, во второй части «Дневного разворота» поговорим об этом. Да. В первом части у нас тоже весьма любопытная тема. И для нас, сотрудников средств массовой информации, это, наверное, трагедия в каком-то смысле. Вот Даша подтвердит, на протяжении многого времени, Даша, ты занимаешься новостной повесткой, продолжаешь, да, это, собственно, делать. С каким воодушевлением, с какими горящими глазами мы, да, смотрели на эти цифры, когда депутаты, городской думы, областного законодательного собрания, первые лица города и области публиковали отчеты о своих доходах. Речь о том, что с 1 марта у нас вступит в силу закон, позволяющий сенаторам и депутатам абсолютно всех уровней, то есть Государственная дума, региональный уровень, муниципальный уровень, не публиковать сведения о своих доходах. Тут исключение составляют только те народные избранники, которые получают деньги из бюджета. То есть работают на постоянной оплачиваемой основе. У нас таких немного, это, насколько я помню, в ЗАГС собрания, это председатели комитетов. Председатели, ну, не всех комитетов. Не всех даже, да? Да, непосредственно. Там 4, по-моему, человека, если не... Ну, уточним. Да, непосредственно председатель законодательного собрания, да, заместители, вице-спикеры. В городской думе это у нас глава города, получается, Елена Васильевна Ковалева, и два зама, да, Даниил Мамин и Лариса Копысова. Вот они, видимо, судя по этому закону, по этим поправкам, они продолжат публиковать. Да, все остальные работают на абсолютно безвозмездной основы. То есть у этих людей есть иной источник дохода, да. И это нормально. И это нормально совершенно. Это нормально, мы считаем, да. Просто многие люди думают, что если депутаты Госдумы получают зарплату за свою законотворческую деятельность, они ее получают, эта зарплата немаленькая, даже не только по-российским, но, в принципе, и по столичным меркам, то это все относится к депутатам всех уровней. Нет. То есть этот момент нужно учитывать. Ну, надо еще одну поправку сделать. Отныне сведения будут носить статистический характер и обобщенный характер без указания персональных данных. То есть, видимо, не будет. Депутат такой-то фамилии, имя, отчество заработал за прошедший год столько-то. Тут, видимо, общая масса будет. У меня опять вопрос возникает. В той же Государственной Думе немало миллиардеров. Это тоже не секрет, судя по отчетам за прошлые годы, да. И вот эта сумма, она что, суммироваться будет, что ли, да? Ну, по ВВП какой-нибудь небольшой африканской страны. Африканской страны, да. Ну, точно какой-нибудь субъект Российской Федерации там годовой бюджет, на мой взгляд, наберется. Да и, в принципе, у нас в Кирове, мы же тоже публиковали такие новости, да? Там топ-3 или топ-5 самых обеспеченных депутатов заработал за прошедший год, там, не знаю, миллиард рублей, по-моему. Было, по-моему, такое или нет? Ну, это зависело всегда от того, кто на данный момент находится, да, в парламенте какого-то уровня. То есть иногда там бывали люди, которые действительно очень много зарабатывали, и они делали вот этот баловый, да, продукт, условно говоря. В общем, любопытная вообще вот так чисто по-человечески штука обсуждать чужие деньги, да, сколько кто зарабатывает, там, делить на 12 месяцев. Любимая российская забава. Да, делить на 12 месяцев. Ага, ничего себе, столько-то зарабатывает, да, у нас депутаты в месяц. Ну, сегодня мы такой откровенный разговор хотим устроить по душам, и в том числе с депутатами, и у нас на связи... Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. Владимир Вениаминович, добрый день. Здравствуйте. Да, Владимир Вениаминович, приветствуем вас в прямом эфире. Да, Владимир, приветствуем вас. Да, вот сразу такой вопрос. Вы на протяжении последних лет все четко, верно отчитывались от своих доходов, о доходах. Насколько помню, претензий к вам никогда не было. Не было. Да, вот если позволите, я могу даже озвучить сумму, заработанную вами за 2021 год в период с 1 января по 31 декабря. Эти данные открыты, они находятся на сайте Кировской городской думы. Больше 50 миллионов рублей, тут нечего стесняться, по-моему. Вот скажите... Вы знаете, я поясню, во-первых, смотрите, вот этот закон, который меня заставляют декларировать, он распространяется и на мое ИП, и вот у меня такой доход, это не мои деньги, которые я зарабатываю. Не-не-не, я понимаю, я понимаю. А это вот как раз кривота вот этого закона, это мой оборот по ИП, а то, что у меня там кредит под 100 миллионов, что у меня там 24 человека работающих, что я даже то, что налоги плачу, это не вычитается. Условно говоря, у ИП и у физлица один ИНН, и я, к сожалению, вот из-за этого страдаю. Ну, понятно, да, вот столько нюансов, столько вопросов, вот сразу же назревает вопрос, вам проще будет сейчас не отчитываться, не заниматься этой работой? Мне проще, знаете, с точки зрения, вот ко мне приходят депутаты, говорят, Ильич, вот ты заработал 50 миллионов, слушай, не можешь мне вот помочь вот здесь, в социальном проекте, здесь, здесь, здесь. И очень часто, ну, в принципе, небезосновательно некоторые говорят, да, все депутаты жулики, а смотрю, у тебя какой доход, где ты его заработал, понимаете, там. Для меня это, конечно, будет легче, тем более я, для меня депутация это общественная работа, да, общественная работа. Я, как бы, занимаюсь я предпринимателем, как был, так и остаюсь, и поэтому для меня, ну, с точки зрения общения, там, с избирателями, ну, будет проще для меня. В данном случае, если бы не было ИФ, было бы, наверное, там, ну, наверное, было бы по-другому все. А теперь, вот то, что хотят закрыть, я знаю, о чем вы говорите, это инициатива депутатов государства, думаю, помните, у нас там, где-то порядка несколько десятков, это даже не миллионеры, ну, по-моему, даже долларовые миллионеры и миллиардеры. Поэтому они хотят закрыть, вы знаете, сегодня идет СВО, СВО, да, и чтобы не злить людей, условно говоря, да, которые там, у нас наши парни погибают, в том числе, а кто-то здесь, знаете, власть имущие гребут такое бабло. Ну, это, знаете, какая, это должно подтолкнуть, не закрывать информацию, а давно уже пора назрел в стране сделать прогрессивный налог, когда... На доходы. Ну, да, вы понимаете, о чем я говорю, например... Ну, чем больше зарабатываешь, тем больше платишь в бюджет, да. Да, да, да. Как Депардье прибежал из Франции, в них ввели налог, если ты миллион евро получаешь в месяц, 90% ты платишь по доходе налог, и сразу начались движения. А я хочу сказать, что богатые люди-то, они будут выводить под 13-15% дивиденды, особенно олигархи, опять же, да, и потом увозить их за границу. Они просто будут оставлять в предприятии эти деньги, понимая, что, слушай, я 90% там с миллиона долларов заплачу, я лучше, ладно, пусть предприятие остается. И тогда будут тратить в своей стране на предприятиях. В общем, на ваш взгляд, мера это вынужденная, да, прекращение публикации, вынужденная, да, чтобы... Мотив, нет, мотив был понятен, что СВО не надо злить людей, население. Но, ребяток, сделайте по-другому, сделайте по доходе налог, и сразу миллиардеров, миллионеров не будет. Они будут оставлять деньги, не будут выводить в дивиденды, а будут, ну, тратить их, оставлять предприятия, не будут показывать таких доходов. Вот и все. Ну, вот смотрите, да, вот эта вот логика в том, чтобы не злить людей. Ну, то есть ведь по большому счету, если мы говорим о депутатах Государственной Думы, которые, ну, по идее, занимаются законотворческой деятельностью, и откуда бы им показывать вот этот вот многомиллиардный доход. Ну, то есть не то, чтобы эта злость была неоправдана, да, скажем, казалось бы, тут есть повод сопоставить доходы и расходы, и, возможно, обратить на это внимание, я не знаю, там, генпрокуратуре или еще кому-то, а не пытаться успокоить какой-то народный гнев. Ну, вы знаете, что это инициатива не правительства Российской Федерации. Правительство Российской Федерации уже давно пытается проладировать законопрогрессивной шкале налога. А это как раз инициатива депутатов, олигархов. Я считаю, что об этом нужно говорить, так, может быть, какие-то преобразования в стране и наше общественное давление не изменят ситуацию. Не таким способом надо все это делать. Не злить. Не злить нужно правильной финансовой политикой и законодательной политикой. А вообще, на ваш взгляд, по вашим ощущениям, Владимир Вениаминович, вообще людям простым на протяжении этих последних лет, когда надо было отчитываться, было интересно наблюдать, сколько заработал тот или иной депутат? Вообще, в депутатской среде, со своими коллегами вы эти цифры обсуждали, обсуждаете? Ну, на самом деле, видите, для муниципальных депутатов это не настолько, ну, как бы, болезненно, потому что нас это общественно работало. Мы все остаемся там, ну, и учителями, врачами, бизнесменами, юристами, адвокатами и так далее. Вот. Не настолько болезненно. И кто я... Ну, я опять же знаю случаи, когда там, например, некоторые предприниматели говорят, я не хочу идти в депутаты, чтобы не видели моих доходов. Но это тоже его выбор, сознательно. А те, кто идет... В то же время мы знаем некоторых депутатов, которые сначала показали огромные доходы, да, а потом раз, и он в следующем году заработал ноль. Зато у него жена там, например, стала зарабатывать больше, или дети, например, да. Ну, это же... Они же тоже отображаются в декларациях, да. То есть все вроде бы понимают. Тут же улыбаться начинаешь, да. Сам депутат мало заработал, а жена и дети у него там, ну, прям обеспеченные-обеспеченные люди, да. Конечно. Поэтому тут, в принципе, декларация была нормальна. Вот я не был бы против нее, в принципе. Мое мнение вот спрашивают, я говорю, ну, кто-то радуется, я говорю, если идешь вот с открытым забралом депутатов действительно служить, вот моя цель, ничего личного там, ни бизнес не связан, ни с чем. А если ты служитель, он должен быть понятным и прозрачным. Ну, смотрите, да, Витя, насколько... Если я правильно понимаю закон, то есть он разрешает не публиковать доходы, но нет какой-то обязанности... Ну, то есть если вы хотите, вы ведь можете опубликовать их, да? На своей странице в соцсети, да, в рамках своего общения с избирателями. Возможно, не в той там строгой форме, которую требовало раньше. Дорогие друзья, хоть и эта обязанность отменена, но я вот честно вам хочу признаться, что мой доход, ну, или там, вернее, там, моей компании, да, доход за прошедший год такой-то ведь. Чисто по-человечески никто не запрещает это делать. Да, да, да. Конечно. Ну, я, кстати, вот подумаю, вот, на хорошую меня мысль натолкнули. Я, скорее всего, так и сделаю. Я, кстати, себя там в ВКонтакте выложил еще где-то. Ну, вот. Это правильно. Идею... Потом там, да, правильно. И какая недвижимость себя там, на каком автомобиле ты ездишь. Я считаю, это нормально. Это, по крайней мере, рождает доверие. А желание что-то вскрыть, оно как раз обратно исчезает. Спасибо, Владимир Вениаминович, за откровенность. Под такую вот идею вам еще тут сюда подсказали по ходу. Так что, возможно, и воспользуйтесь. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы, был с нами на связи. Ну, вот важный, да, момент под конец беседы. Владимир Журавлев затронул по поводу... Да-да-да, мы к нашему звукорежиссеру обращаемся. Можно прекращать связь на данный момент с Владимиром Журавлевым. Да, к вопросу о доверии, да. Насколько новый закон может подорвать доверие, если оно было, конечно же. Вот. Сейчас попробуем связаться, да, еще с одним депутатом тоже Кировской городской думы. Но уже из предыдущего, да, созыва. Это Алексей Вотинцев, депутат Кировской городской думы предыдущего, шестого созыва. Вот сейчас говорили о депутатах Государственной думы. Я нашел материальчик, спасибо коллегам с Урала, этой Свердловской области, средства массовой информации. Оно подготовило прям топ-5 депутатов Государственной думы, которые больше всего денег заработали за 2021 год. Ну, понятное дело, за 2022 это сейчас уже не будет, потому что они должны были отчитываться до 1 марта, а закон вступает в силу... Ой, простите, до 1 апреля должны были отчитываться. А закон, поскольку вступит с 1 марта, то уже, собственно, у них пропадет. У меня надобность в этом. Ну, вот давай, попробую угадать, сколько заработал за 2021 год самый богатый депутат Госдумы? Ну, это там в рублях? В миллиардах. Ну, в миллиардах рублей, да? В рублей, в рублей. Ну, любая цифра. Ну, не знаю, 230. 230 миллиардов? Да. Нет, что-то слишком много. Топ-5 самых богатых депутатов Госдумы по итогам 2021 года на первом месте. Возглавил, да, этот Топ-5 Владимир Блотский. Фракция КПРФ. Как-то не по-коммунистически, да? 3,5 миллиарда рублей. 3,5 миллиарда рублей, да, чуть больше. Второе место. Нечаев, господин, новые люди. 2,5 миллиарда рублей. Ну, и далее уже такие скромные... Скромные доходы, да, по 1 миллиарду 600 миллионов, 700 миллионов, в общем. Вот потолок такой у нас был на уровне 3,5 миллиардов. Вот что должен чувствовать тогда простой житель России, узнав о том, что депутаты Госдумы располагают такими доходами? Ну, вот среди средних статистических... Ну, ты простой житель России, что ты чувствуешь в этот момент? Ну, тут смешанные чувства, и, простите, и, конечно, и зависть, и вопросы возникают, да? Ведь мы примерно знаем официальную зарплату депутатов Госдумы, да? Она, конечно, не маленькая, но не... Да, не маленькая, да. И зависть, и, возможно, и удивление, конечно, может, и изумление даже. Насчет гордости, насчет гордости не знаю. Ну, гордиться, да, нужно депутатами, раз они смогли достичь, добиться такого уровня финансового благополучия. Ладно, будем общаться с следующим нашим спикером. Ну, подсказывают нам, что Алексей Вотинцев пока трубку не берет, поэтому пообщаемся с Михаилом Курашиным, советником и губернатором Кировской области, и Михаил Вячеславович тоже был в законодательном собрании в пятом созыве. Михаил Вячеславович, добрый день. День добрый. Да, добрый день. Вице-спикер заксобрания до пятого созыва. Напоминаем, у вас ведь, Михаил Вячеславович, тогда в пятом-то созыве не было еще обязанности, по-моему, отчитываться? Была. А, была уже? Была, конечно. Была. Вот мы просто... Просто я мониторил ленту, и поисковикам много раз вопрос задавал, а когда у нас вообще обязанность эта для депутатов появилась? Ну, вот сейчас все новости у нас выдаются о том, что это закончилось уже, да, свежее. То есть на протяжении лет десяти последних, да, наверное, существовала эта обязанность? Ну, да. Когда я пришел в административную году в ЗАГС-собрание, уже была данная обязанность. Насколько это было, не знаю, трудоемко, проблемно собрать эту отчетность? Вы сами этим занимались, кто-то кого-то науксорс привлекали? Нет, я занимался, конечно, сам, но у меня, может быть, там не самый показательный был пример, потому что, как бы, и там объектов недвижимости, и транспорта, и так далее, и там земельных участков у меня не так много было, и их состав и количество-то не менялись, поэтому основная статья, меняющаяся, это были доходы, там, полученные от трудовой деятельности, поэтому по большому счету у меня, там, заполнение декларации никаких особых сложностей не доставляло. То есть процентов на 80-90 она была, ну, да, примерно одинаковая. Ну, да, я просто помню, ваши коллеги, кто особенно вот в сельскохозяйственной отрасли задействованы, у них там постоянно была куча какой-то техники, участков больших, маленьких, то есть вот этот огромный список, тоже думаешь, как вот тут не потерять во всем, не потеряться во всем этом многообразии, да, при подготовке декларации? Ну, знаете, мне кажется, что если мы говорим о том, что люди, как бы, действительно, там, вот если вы говорите о руководителях сельхозпредприятий, для них это были средства производства, то есть они были в работе, а тогда, как бы, они не потеряются. Если брать примеры, там, федеральных коллег, там, у них действительно могут где-то что-то теряться, потому что они уж, может быть, там и не совсем контролировали, где что они покупали и так далее. Михаил Вячеславович, вы смотрите, да, мы общались мы с Владимиром Журавлевым до вас и затронули тему доверия между избирателями и депутатами, да, насколько вот новый законопроект может подорвать это доверие. И было ли оно доверие вообще? Если взять во внимание, да, что оно какое-то все же где-то было. В свое время обязанность публиковать доходы, она повысила доверие к власти, ее открытость, и вот тот шаг, который сейчас сделан, он как-то откат назад произойдет, на ваш взгляд, или что? Ну, на самом деле, мне кажется, опубличивание декларации это элемент действительно формирования доверия, и мне кажется, что публикация декларации, ну, раньше она там есть в обязательном порядке, сейчас вполне вероятно там может остаться в добровольном порядке, там, это инструмент, который, ну, позволяет все-таки избегать ненужных всяких фейков относительно того, там, кто и чем занимается в системе власти. Поэтому вот я, честно говоря, там не очень понимаю аргументацию, с которыми сейчас выходят федеральные коллеги относительно отмены обязательности публикации, но считаю, что если депутаты там действительно открыты и хотят быть честными по отношению к своим избирателям, они будут это делать добровольно, так же, как публикация отчетов о деятельности за год, да, то есть у нас вот для депутатов нет такой обязанности, но я знаю, и сам этим пользовался, и знаю, что многие коллеги все-таки публикуют отчеты и проводят встречи с избирателями, где отчитываются. Ну, то есть некое правило хорошего тона в депутатской среде, условно говоря. Да, и это как бы способствует формированию к ним позитивного такого настроения со стороны избирателей. А как думаете, если законодатели наши федеральные пойдут дальше и та же самая мера будет принята и в отношении руководителей органов исполнительной власти, ну, пока-то эти у нас депутаты, да, только попадают под это, да, у нас все-таки есть губернатор, да, который должен продолжать отчитываться, глава администрации города Кирова, да, вот такие первые лица. Ну, государственные муниципальные служители. Да, может быть, им тоже незачем отчитываться о своем имуществе и заработках. Ну, нет, Володь, тут вопрос как бы уже там подразумевает под собой ответ, да, то есть если власть все-таки хочет изменять отношение населения к себе, то там начинать нужно с того, что вот там быть открытыми и в том числе по своим доходам и по своему имуществу, по своему имуществу, которое имеется, да, то есть даже если, там, я вот нисколько не сомневаюсь, что если даже отменят обязанность, там, открытых деклараций, обязательной публикации декларации, ну, там, зная, предположим, Александр Валентинович, я думаю, что он будет это делать в добровольном порядке, и потому что он действительно настроен на диалог с населением, а без этого, как бы, очень сложно этот диалог выстраивать. В общем, руководители государственных и муниципальных органов, они пусть, пусть все-таки отчитываются, продолжают, да? Ну, я думаю, что это точно не лишнее, это точно не отвлекает много времени, но в то же время это один из тех маленьких, может быть, там, первых шажков, которые позволяют выстраивать позитивное отношение к себе со стороны жителей и избирателей. Спасибо. Благодарим Михаил Курашин, советник губернатора Кировской области, вице-спикер законодательного собрания Кировской области пятого созыва. У нас полторы, меньше двух минут, да, у нас остается до рекламной паузы, пока не будем набирать, да, просто сейчас мы, раз уж мы заговорили, я для иллюстрации позволь, да, все-таки я же нашел эту информацию, готовился, раз уж мы заговорили сейчас о губернаторе, о главе администрации Кировской, естественно, по Александру Соколову еще информации нет, потому что за 2022 год декларацию надо до 1 апреля предоставить. Есть информация по предыдущему губернатору Игорю Васильеву. За 2021 год он заработал 3 миллиона 200 тысяч рублей. А глава администрации, предыдущий, соответственно, потому что новый еще не подавал, Дмитрий Осипов, я имею в виду, он за 2021 год заработал сумму 2 миллиона 371 тысячи, соответственно, на миллион меньше получается почти же, чем губернатор. Да, что ты что-то хотела добавить? Это забыла уже, наверное. А, я знаю, что хотела добавить, что вот получается интересная вещь, да, с одной стороны мы говорим о каком-то доверии между людьми, между избирателями и теми, кого они избирают, а с другой стороны, как Владимир Журавлев отмечал, да, что основной посыл там этого законопроекта в текущей ситуации не злить людей. То есть, чтобы не было такой красной тряпкой, да, на которую реагируют негативно, озлоблено, а икрессивно. А вот все равно все признают, что есть некоторая пропасть, и эта пропасть настолько огромная, да, что людей это злит. О каком доверии может вообще быть речь? То есть, получается, градус общественного мнения не изменится, да? Да, ну, как мне кажется. Что публиковали, что не публиковали. Хорошо, продолжим разбираться в этой теме. Сейчас у нас небольшая будет рекламная пауза. Мы вернемся через полторы минуты. Продолжаем нашу беседу. Обсуждаем мы отмену обязанностей для депутатов всех уровней в Российской Федерации и Государственной Думы, и не муниципальных, и региональных законодательных органов публиковать сведения о своих доходах за год предыдущий. Уточним, что это не касается народных избранников, которые получают деньги за свою профессиональную работу. Как правило, это руководители, представители органов власти, их заместители, руководители комитетов. А, да, есть еще, кстати, один нюанс. Видела, не видела ты? О том, что якобы перед очередными выборами все равно надо будет публиковать декларацию о своих доходах. То есть если действующий депутат идет в следующий состав, будь добр, пожалуйста, поделись народом. А вот там неизвестно. Там неизвестно. Да, мы хотели бы пообщаться в том числе и с представителем прокуратуры, потому что именно прокуратура ведь, да, на наш взгляд, отслеживает эти достоверности этих деклараций. Да, то есть нужно же понимать, что декларации о доходах, это не для... то есть это публикуется не для того, чтобы потешить публику, да? Ну, в том числе и для этого. Ну, в смысле я... ну, в том плане, что все равно подобные законопроекты, когда они принимались, то есть они, по крайней мере, номинально носили все равно некий антикоррупционный оттенок, правильно? У нас даже на сайте областного законсобрания сведения о доходах депутатов публиковались в разделе «Что-то там с коррупцией связано». Ну, я имею в виду борьба с коррупцией. Ну, понятно, вот как бы, да... Антикоррупционная такая часть политики. Да, разумеется, это приобретает там некую... Ну, с подачей наших же нас и наших коллег, да, некую какую-то полуразвлекательную, да, превращается в историю. Кто там сколько заработал, у кого какая квартира, у кого жена там или дети побогаче, да? Ну, то есть мы все там над этим улыбаемся, но при этом как бы основной посыл где-то вот за всеми этими историями теряется, да, вот этот антикоррупционный. Вот, поэтому интересно было бы послушать, правда, прокуратуру, то есть насколько вообще то, что происходило, работало, с точки зрения именно антикоррупционного законодательства, были ли какие-то... Ничего-ничего, продолжаем, да, да, мы просто отвлеклись, да, немножко. Вот были ли какие-то действительно громкие нарушения, потому что мне на ум, ну, так вот, на память приходит только вот ситуация с Дубравиным, да, по-моему, как раз как-то недавно. Да, с Лос-Лобоцкой, да, когда депутат не смог обосновать имущество, как оно появилось, да, вроде как. Квартира там, по-моему, была, да. Несоответственно, да. Евгения Бутко с нами на связи, помощник прокурора Кировской области по правовому обеспечению, рассмотрению, обращению и приему у граждан. Евгения, добрый день. Добрый день. Да, рады вас приветствовать. У нас очень немного времени остается. Основной вопрос декларации, да, о доходах депутатов, в первую очередь, мы сейчас имеем в виду, как прокуратура с ними работала и работает, как проверяется, какие принципы, если находите что-то подозрительное, то какие процедуры вообще запускаются, можете пояснить? Ну, и, возможно, какие-то вот яркие случаи, конкретные примеры, проводимых проверок. В регионе, да. Ну, да, конечно же, прокуратура в рамках осуществления полномочий предоставленных законов осуществляет проверку сведений, предоставляемых государственными служащими о доходах, расходах и имуществах в обязательном порядке, да. И, соответственно, если мы какие-то нарушения выявляем, то мы применяем меры прокурорского реагирования. Ну, хотела бы отметить, что по итогам проверок, которые были проведены прокурорами в 2022 году, установлено, что работа кадровых служб органов госвласти по проведению анализа предоставляемых сведений о доходах стала носить более системный и последовательный характер. Также можно отметить, что в сравнении с предыдущими годами нарушение антикоррупционного законодательства при предоставлении таких сведений в лекущее применение такой меры, как увольнение, например, с изстрадой доверия носит единичный характер. Ну и на самом деле какие-то примеры, вот как вы назвали уже, да, по депутатам, да, примеры из нашей практики, да, они, конечно, имеют для места быть, и, как правило, мы все их освещаем в обязательном порядке в средствах массовой информации. Ну давайте что-то вспомним, там, обезличенное, без конкретных фамилий, да, вот такое яркое. Ну просто смотрите, Евгений, интересно, да, вот это какой-то злой умысел носит, или это просто какой-то недочет, но за который все равно пришлось поплатиться, что называется? Ну да, или незнание закона, забыл, не знал, упустил из виду, что, к чем они объясняют потом это? На самом деле в каждом конкретном случае причины могут быть свои. Где-то люди, правда, при заполнении этих сведений забывают о каких-то там доходах, да, например, которые они получили и не специально не вносят их, да, то есть по ошибке, либо по ошибке появляются сведения, которые недостоверны, а, соответственно, прокурорские работники при проведении проверочных мероприятий этот факт устанавливают, да. Ну, вот на самом деле нарушений их немало, да, в основном они вот именно связаны, например, ну, с неуказанием каких-то денежных средств, да. Что-то не включил, да, получил доход, но не попало в декларацию. Да, например, сведения там о имущественном налоговом вычете, да, потом какие-то, опять же, возврат налога за добавленную стоимость. Что-то продал и, опять же, не учел, да? Да, конечно, конечно. Где-то, например, может это быть чисто техническая ошибка, когда человек даже получил справку из банка, да, подтверждающую движение там средств или остаток средств на 1 января, да, и данное сведение внеслось неверно, либо, например, там, без копеек. Ну, то есть здесь, говорю, каждый конкретный случай, он в чем-то индивидуален, но, как правило, это вот такие вот незначительные нарушения, которые как по незнанию, может быть, да, не вносятся, либо просто по ошибке. Ну, и, в конце концов, это у нас нарушение сроков подачи, да, собственно, декларации, это тоже основание. Конечно. Если ты до 1 апреля, уже в прошлом, получается, не успел, то... И у нас, по-моему, были такие случаи, по-моему, по Кировской городской думе несколько лет назад, по какому-то... Почему, по 1 апреля? Да-да-да, по 1 апреля, то есть до 1 апреля нужно, да, было успеть. До 30 апреля. А, до 30 апреля. Я вспоминаю случай по Кировской городской думе, не помню фамилию депутата, что, ну, вот по нему поднимали вопрос как раз из-за того, что нарушил сроки. Ну, как иллюстрация того, что это тоже одно из оснований для проверки. Конечно, конечно. Получается, у прокуратуры сейчас меньше будет работы? Ну, почему у нас будет меньше работы? Мы так или иначе свою деятельность будем осуществлять, и также проводить проверочные мероприятия. Или у вас есть много других механизмов, способов, да, и мер для того, чтобы проверить человека? Так, дело все в том, что мы-то их не на сайтах изучаем, так вот эти свечения, как вы понимаете, именно напрямую при проведении проверок. То есть для вас вот эта публичная публикация, да, прошу прощения, она никакой роли не играет? Ну, конечно, конечно. Спасибо большое, Евгения. Спасибо, благодарим. Евгения Бутко, помощник прокурора Кировской области по правовому обеспечению. Господи, была с нами на связи. Не знаю, успеваем ли мы набрать. Нет, мы не успеваем, все же, набрать. У нас остается буквально 30 секунд до начала передачи, в общем, до конца, вернее, передачи. Выводы нужно предварительные делать, да. В общем, сами народные избранники, если они хотят, то они продолжат публиковать эти сведения о своих доходах за предыдущие годы. Никто им этого не запрещает. Да, никто этого не запрещает. Пожалуйста, если хорошо общается с людьми, депутат, если в хороших взаимоотношениях находится и хочет быть открытым, дальше продолжает, пожалуйста, публикуй. Но, ну вот нам, опять же, прихожу к этой мысли, как сотрудникам СМИ, будет немножко скучновато, да, без этих цифр. Чтобы ими поиграть, повыяснять. Да, уходим из эфира, продолжим через 25 минут.